Аномальные погодные условия, обрушившиеся в феврале на Россию, не сказались на работе энергетиков. Они уверенно прошли проверку снегопадом века. Компания Россети реализует масштабную программу по расчистке и расширению просек линий электропередач в Карелии. Уже убрано порядка 15 тысяч деревьев. В работах помимо собственных сил и средств электросетевой компании заняты персонал и оборудование подрядных организаций и арендаторов леса. Задействовано более 400 бригад и свыше 500 единиц специальной техники. Основная работа направлена на то, чтобы убрать деревья в угрозы и в целом обезопасить линию в дальнейшей эксплуатации, чтобы ни одна снежная метель, ветер не влияли нам больше на надежность работы нашей основной сети. С правой стороны вот сейчас ребята производят закрепление оттяжки дерева для того, чтобы дерево точно ушло от линии и не повредило нам ни провод, собственно, ни опору. После выполнения этой работы, безусловно, вот это все будет убрано в соответствии с требованиями лесников. Основные стволы распилены. Вот эти все ветки будут распилены мелкими и вывезены отсюда с территории. После окончания работы в этом пролете они передвигаются дальше. Работы по уборке деревьев, которые потенциально могут упасть на линии электропередач, начали в Карелии после штормовых циклонов в декабре и январе. Теплое начало зимы, обильные снегопады с дождем и ветром стали причинами нарушения электроснабжения в ряде районов республики. Провода не выдерживали нагрузку от налившего снега и обрывались. В этом году долго не было зимы. Потом, как навалилось снегу, не успеваем выгребать. Со светом у нас все нормально. Только что было, ветер был сильный. Деревья тут посносило, ветки прям сосны такие огромные падали. Энергетики часто приезжают, да. Даже тогда, когда ветер-то был сильный, они даже ночью ходили с монарями и там проверяли все. Леса в Карелии занимают 85% площади региона. Почти половина линий электропередачи напряжением 35 кВт. Основной объем работы выполняется с помощью экскаваторов-форвардеров. Там, где техника не проходит, убирают деревья вручную. 90-100 могу завалить, 150. Ну, это деревья в диаметре разные. Одно из правил при работах вблизи просек – обесточивание питающей линии электропередачи. Поэтому в населенных пунктах и в окрестностях, где идет расчистка и расширение трасс-лэб, особое внимание уделяют готовности мобильных дизель-генераторов и персонала для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергии.